Слов которых, но фактически они не понимают их значения, поэтому из этого исходит недопонимание, во-первых, друг друга, во-вторых, искажение истины, искажение истины, значит плохо и все остальное. У меня просто как элемент, вот я встречал в одном из текстов, что там говорится о том, что сама фраза, вот когда, ну нынешним словом, человек человеку говорит, ну например, мужчина говорит женщине, я тебя люблю, то есть получается он как бы признается ей в каких-то чувствах и фактически что у него есть какие-то некие половые влечения к ней. Но в этом писании одном я как бы подчеркнул то, что если человек говорит это другому человеку, то он в нем видит самоосознанного, самоосознанного человека, который стремится. Вот этот вот момент, который вы вошли больше, чтобы понимали. Аббревиатура, она очень хорошо буквится и разбирается. Люди, боги или богу, или бога, или как-то так, ведея. Люди, бога, или боги, или богов, ведея. То есть во всех смыслах данного выражения, трех буквы такое. То есть увидеть в другом человеке божественную суть, искру. Это означало любовь. И вот это и есть та любовь, которая описана в ведах. А то, что половые органы, соединившись с зрительной нервной системой и другими системами, дали понять, что с той или иной женщиной, или женщине с мужчиной, можно размножаться. Но это знали, что так тело работает. Потому что, в принципе, смотри, какая интересная ситуация. Боги же-то знали, что, допустим, животные, многие люди не будут читать веды, они не будут хотеть следовать каким-то предписаниям. Поэтому сами вот эти подпрограммы, они вмонтировали в тело. И тело, получается, само искре подбрасывает какую-то идею. Когда голодное, тело там подбрасывает ощущение. Забрось меня, пищу, забрось меня, пищу. Когда там для того, чтобы продолжался рот, достаточно такую позитивную смесь чувств тела подбрасывает искре, чтобы был стимул продолжать рот. И так далее. То есть все вот эти нюансы, они регламентированы и фактически под программами записаны в теле. Фактически, если человек так живет, это просто он исполняет то, что в теле записано. Не живя своей жизнью. Тело его повело, человек исполнил. Все, если о себе даже не задуматься. Смотри, какая ситуация, что получается. Большинство людей, вообще всех времен, своей-то жизнью не живут. Они только исполняют прихоти тела. В этом цепочке, если они хорошо исполняют прихоти тела, не введя его в деградацию, и поднимя эти искры чуть-чуть, хоть чуть-чуть, и сами поднимутся хоть чуть-чуть, им боги дают лучшее тело. И так это можно миллиарды лет думать и полностью исполнять, только волю этих под программ. Понимаешь, в чем я вообще? Или как? Да, понимаю.